Так, Александр, смотрите. Если брать хороший подвой, хороший привой, то получится хороший однолетний прирост. Если прирост обрезать на повторный рост, то улучшение не получится. Тогда получим несколько центральных праведников и конкурентов. Совершенно верно. Так, Новгородский, все фото есть. О, ждем. Давайте фото посмотрим, что, а вдруг, а вдруг, ведь какой-то процент всегда есть, шанс. Так, автор из Украины заказывал из Ростоксада, Ростоксад. Так, прикопал корни с горкой, ветки на земле. На все это, на все это талус снег. С него без порости укореняется. Укоренеть ее можно. Она укореняется, но раз она не получила развитие, значит, это тупиковый путь, потому что вот я верю хотя бы науке и самому себе. Паук воткнул, яблоня его, получил саженец, а сливу или вишню, надо постараться. Есть специальные способы укоренения, только с ними. А так просто ткнул, она берет и ничего не... Как правило, ничего нет. Нужно создавать условия. Тамара, корешки у каждого были своим перчиком, поэтому легко разделились. А, то есть у вас, получается, была косточка, вылезла два ростка. Может, кто-то, может, и вы прислали мне такие фотографии. Вот некоторые спрашивали, а что за чудо такое? Косточка одна, а ростка два. А вы еще их... Они у вас легко разделились, так? Ну, так отлично, может быть, тогда если вернуться к той теме, когда мой украинский земляк разбивал, получал два, может быть, осталось их посадить уже отдельно, не потом разделять, а сразу отдельно. Это кто-то должен испытать. Кто-то должен. Так, Даня. Даня посылает какое-то... Что-то. Ну, давайте я нажму. Что будет? Страница недоступна. Не получил и Даня. Попасть туда я не смог, если это что-то такое особое. Так, ребята, а ведь вроде бы время стекло. А ведь вроде бы с детям спать пора. Взрослым северикам точно пора спать. Давайте будем заканчивать. А, нет, Даня пишет. Ну, что ж, Даня, пиши. Я подожду. Кто хочет, пусть отключается. А я подожду. Мы так редко общаемся. Вот. Помните, как это с такой тоской вспоминало? Вот, смотрите. Это мой. Моя веселая книга. Как мало. Как мало здесь это. Когда-то это было. Ведь именно тогда Латинков назвал мой сайт и мой канал самое, именно Латинков, причем отдаю должное. Самое интеллектуальное. Эти самые. Как бы их назвать? Вещи на свете. Самое интеллектуальное. И вы правильно говорите. Все было здесь в те годы. А сейчас все стихает, стихает. Уходят из жизни те самые люди, которые... Вот. Некоторые уходят не из жизни. Некоторые уходят... Ну, начинается такая тяжелая жизнь, что просто люди вынуждены бросать дачи. Продавать дачи. Вот. А это когда-то все были мои друзья. Время такое. Как я еще держусь? Сам понятие могу. Так, где я был? Теперь я не вспомню, где я был. А вот здесь, наверное. Так, сад без проблем выделил. А, это сад без проблем. Ну, и в общем-то, я туда попасть не смог. Может быть, кто-нибудь пришлет мне уже как-то по-другому. Видите, страницы не доступны. Вот я хотел бы туда попасть. Я бы хотя бы узнал автор. Ну, это все впереди. Давайте пока на этом закончим разговор. Мы честно отрубили почти три часа. Вот. Почти три часа. Но самые интересные темы остались за пределами пока. Я не виноват. Я хотел отдать должное людям, которые... Я их называю... Я их называю... Знаете, как? Несколько из вас я назвал. Исчезающее племя Хомос Сапиенс Благородный. Вот так я вас зову. Вот. Вот смотрите. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрю несколько фамилий. Александр Ребрик. Десять тысяч прислал. Вот. И на эти десять тысяч было создано пятьдесят фильмов. По двести рублей фильм. Пятьдесят фильмов было создано. Вот. Вот это есть. Вот. Может быть, он еще и обидится, скажет, что там про меня. Говорит. Я говорю. Исчезающее племя. Вот. Хомос Сапиенс Благородный. Исчезающее. Десять тысяч прислать. Надо. Пятьдесят фильмов уже вам появилось. Вот. Сергей Николай Георгиевич. Десять тысяч прислал. Вот. Челябинск. Не Челябинск. Челябинск. Область. Вот. Самые благородные люди. Кто-то прислал пятьдесят рублей. Так вот. Александр Доксей. Для меня пятьдесят рублей, это как пенсионеры, не менее ценные, чем ваши десять тысяч. Я бы прислал пятьдесят рублей. Написал на монтаж фильма. Были по сто рублей, по двести рублей. Вот. Вот этот канал. Да. Вот он. Вот. Это не мое личное изделие. Смотрите. Не мое. Вот. Это мы с вами создали его. Это мы. Потому что это большая, огромная работа. Вот. Есть то ли три, то ли четыре тысячи фильмов. Я никак не знаю, куда дожать, чтобы увидеть сколько. То ли три, то ли четыре тысячи. За первые двести пятьдесят фильмов я заплатил двести пятьдесят тысяч тех рублей. Это как сейчас четыреста или полмиллиона. Лично я заплатил. Потом я схватился на голову и попросил помощи. И вы мне начали помогать. Спасибо, друзья. За эту помощь. Вот. А это намерило, потому что я каждый раз, когда вижу фамилию, где я был опять. А вот, когда вижу фамилию главного редактора песни красотоводов реплика Александра Месеевича. Сразу вспоминаю. Вот. Возьмёмся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке. Ну что, до свидания. До следующей встречи. Опять понедельник. Вот. Антон Сапронов не морчит. Своих дел хватает. Он всегда на посту. Я имею ввиду, что он у меня зам поэта, поэта, как сказать, технически руководитель. Вот. Видите, сколько нас благородных. Жалко, но будем прощаться. До свидания, друзья. Спокойной ночи или хорошего вечера. Вот. Иногда думаю, Господи, не дай Бог, это последний день. Вот. На Титанике. Мы живём на Титанике. Вы уже убедились в этом? Мы живём на Титанике. Так судьба распорядилась. Вот. Всё. Дальше грустно. Не тут какой-то рассказать. А я готовил один анекдот. Сейчас ещё не все отключились. Я готовил один анекдот. Нет, не буду, потому что тот там к тебе шёл, а сейчас к тебе я уже забыл. Всё, всё, всё. Вот. Остаёмся. Всё. Нечего ляса нам точить. Поехали. Продолжение следует...